я пошла готовить вот у меня свиное филе я кстати очень люблю свиного филе потому что она получается вот медальоны из него получаются очень мягкими сочными не пересушенными потому что в нем и жирка в меру и само по себе мясо ну в общем очень нежное и приятного вкуса вот именно филе свиное прямо уважаю сахарок уловил аромат этого филе стоит просит хотя только что кстати съел целую миску своей еды филе нарезаю на медальоны у меня здесь 600 грамм было я где-то на грамм 400 вот это получилось ну вот так на ужин на один раз я приготовила и здесь у меня уже видите пока мы с вами удобряли розы у меня сварился бульон я его заправила картофелю морковью это говяжий бульон на говяжьих ребрах варю шурпу но валера у меня очень любит шурпу вот она уже сварилась и я туда добавила свежий сладкий перец который кстати в теплице собрала вот помидоры у меня здесь плавают те которые в дегидраторе я делала сушеные помните в масле а вот и морковь которую я недавно покупала магазине за бешеные деньги ну и теперь делаем заправку для свинины это будет медальонные свинины с рататуем из овощей вот две чайные ложки соевого соуса 2 1 чайная ложка уксуса 9 процентного чайная ложка сахара то сделаем такую заправку для мяса маринад ну посолить немножко и ну как обычно смесь 4 перца свежемолотый перец добавить потом добавляем немножко растительного масла тоже чайную ложечку и все это перемешиваю я пишу вам за кадровым голосом потому что на самом деле в этот момент мы с валерой смотрим фильм пересматриваем фильм побег и шаушенку поэтому у нас работает там фильм на телевизоре я все это снимаю готовлю вот рассказываем сейчас и так я нарезала лук теперь нарезаю морковь морковь мне нравится такими брусочками нарезать а не тереть вот как-то я приноровилась теперь мясо как бы обваливаю в этом соусе и добавляю сюда лук с морковью и таким образом все мясо и весь лук с морковью нужно выложить в миску перемешать и дать постоять ему ну хотя бы минут 15 потому что вырезка это такое нежное мясо оно очень быстро в себя принимает маринад и в принципе ну какой-то необходимости мариновать его особенно заранее нет так же я сорвала сегодня 3 цукини это помните те цукини которые мне наташа художница все давала это таша будь человеком возьми цукини ну вот взяла цукини они выросли так что теперь их едим вот разогрела сковородку и добавила растительное масло теперь сюда выкладываем мясо отдельно без овощей и обжариваем его с одной стороны до румяной корочки опять же вот свинина она очень быстро жарится то есть там никакой необходимости очень долго тушить нет главное наоборот не пересушить мясо поэтому на большом огне я обжарила с одной стороны переворачиваю и как бы сейчас раздвину видите на такой румяненько получилось вот и в центр выкладываю сюда сначала цукини но вы знаете что цукини можно есть сырыми как собственные кабачки до их даже в салатах делать поэтому особенно долго жарить их не нужно вот выкладываю цукини и добавила лук с морковью и с маринадом и маринад он соответственно пропитал овощи сейчас овощи дадут еще свой сок и все это немножечко обжарится тире потушится ну буквально я не знаю на минут 10-15 не больше овощи не нужно тушить до состояния особенно такой какой-то знаете сильной мягкости то есть они должны быть такие немножечко упругие ну аль денте так их назовем да именно ну вот такой консистенции и морковь и лук это же сезонные овощи да сейчас свежие поэтому не перетушивайте их очень сильно тогда рататуй будет действительно таким вкусным добавили чесночок вот и за счет соевого соуса сахара уксуса очень ароматно получается перчик придает такую пикантность вот и сок овощей он тоже как бы переходит в мясо но в общем все вместе получается великолепное самое главное очень быстро вот ну ужин готов это у нас уже ужин смотрим фильм едим наслаждаемся вот ну шурпа тоже получилось очень ароматная посмотреть какой прозрачный бульон овощи отдали аромат здесь очень важно чтобы был хороший картофель то есть такой рассыпчатый и варится он именно шурпова так целиком я кстати не выкладывала рецепт смотрите помидор он восстановился из вяленого состояния у меня вот не было свежих помидор но очень хорошо получилось вот с этим вяленым томатом то есть надо будет мне такие сделать когда сейчас будет сезон помидор вот ну налила такие ароматные красивые тарелки зеленого лучка который тоже сбегла быстро на грядочке собрала общее свои овощи это невероятное удовольствие сату получил свою порцию мяса и уже понял что больше его тут ничего не будет интересовать ну и вот за просмотром фильма сейчас мы там начали уже какой-то сериал смотреть такая вкусная ароматная еда ну и дальше уже на второе мясо мясо выкладываю по медальону в центре овощи и украшаю их луком вот видите какие овощи получились по консистенции попробуйте приготовить такое блюдо тем более сейчас у всех полно кабачков да и цукини ну и купить свиную вырезку я думаю труда не составит на этом хочу попрощаться с вами желаю вам приятного аппетита теплого солнечного лета и пусть всегда будет изобилие на столе и счастье в вашем доме с вами была таша муляр до новых встреч на канале ну а нам приятного аппетита и приятного просмотра нашего вечернего сериала пока пока до новых встреч на канале а